В эфире Ньюсейдер, украинский эксперт по российской пропаганде Лариса Волошина, и она уверена в том, что Россия начинает проигрывать гибридную войну. Международные сообщества, а именно Соединенные Штаты и даже Европа начинают объединять силы и действовать все жестче против Кремля. Почему? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Присоединяйтесь к Ньюсейдер на платформе Патреон, чтобы получать дополнительные эксклюзивные видеоматериалы, также текстовую аналитику и доступ в закрытое сообщество Ньюсейдер. Ссылки на Патреон, а также на видео, в котором я объясняю, почему вообще имеет смысл поддержать Ньюсейдер, вы найдете в описании к этому видео, в первом комментарии и на этом экране в правом верхнем углу. Поговорим немножечко о том, что происходит на фронте противостояния Соединенных Штатов и России. Мы все слышали, читали вот эту статью в New York Times, где было сказано, что в ближайшие несколько недель американские специалисты, как я понимаю, из АНБ проведут серию тайных кибератак против систем российских спецслужб и узнают об этом только Путин и его силовики. А внешний мир, в общем, не будет видеть каких-то непосредственных вот этих результатов этой атаки. А Песков уже отреагировал, сказал, ой, как нехорошо, получается, американцы Соединенные Штаты, как государство, занимаются киберпреступлениями, открыто об этом говорят. Нас это тревожит. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Что происходит? Слушайте, ну это издевательство такое прямое. Причем Россия постоянно вела, она ведет себя, как слом посудной лавки. Она позволяет себе высадки, она позволяет себе откровенный терроризм на государственном уровне. И это так, я говорю не только о МН-17. Я говорю, например, о взятии в заложники целый полуостров и шантаж Украины для того, чтобы таким образом через подачу воды легитимизировать попытку аннексии. То есть вот это вот Россия всегда так делает. Абсолютно понятно, что российские хакерские атаки, это то, что стало причиной, как раз таким, стало очевидным после как раз проигрыша господина Трампа, когда стало известно, что Россия готовила эти атаки, она готовила внедрение, она внедрялась в системы американских правительственных учреждений долгие годы. То есть это не буквально там вот сидели хакеры и что-то ломанули, нет. Это долгое внедрение, которое стало очевидным и просто случайно, оно было случайно открыто. То есть и тут вдруг выходит Россия и говорит, вы не хорошие люди. Вы хотите нам показать, что у вас тоже есть возможность следить за работой наших специалистов узкого профиля. Но это же забавно, причем мы же видим, что, что касается России, то уже идут разговоры о том, что вот суверенный интернет, то есть у них суверенный суд есть в ТЧ, суверенный интернет. Вот буквально вчера в Крыму господин Константинов сказал о том, что будет суверенный трибунал над Украиной за материальный ущерб, нанесенный украинской оккупацией Крыма. То есть вот так это теперь... Ну у них уже триада есть. Суверенный демократия, суверенный интернет и вот суверенный трибунал осталось сделать. И можно еще суверенную планету для себя придумать и куда-нибудь туда, наверное, дрыстануть. Это говорит о том, что мир все больше консолидируется вокруг вот этой борьбы с Россией. То есть Россию все чаще ловят и все больнее бьют по рукам. И эти пощечины, они становятся уже так репутационно очень болезненными. Понятно, что после всех этих выходов говорить о каком-то диалоге, о возвращении в G7, ну это хулиганы не пускают в приличное общество. Вот Россия нивелирована, и мы видим, что российские чиновники, они уже ведут себя как хамы. Они уже просто совершенно не стесняются. Это уже даже не дипломатия. Ну посмотрим, как поведет себя Соединенные Штаты. Но мы же видели, что уже сайты российских правительственных, правительственные сайты, они уже пали. Как раз я хотел у вас спросить, вот следующий мой вопрос был по этому поводу. Сейчас обсуждают, что это. Может быть, это связано с тем, что Роскомнадзор или кто у них там отвечает за это дело, решил притормознуть, значит, твиттер и так далее. Но на самом деле официально власти это отвергают. И тем не менее они не говорят, а что конкретно-то случилось, они выясняют. И вот мы сейчас все думаем. Экспертное сообщество на самом деле считает, что, да, допускает, что это начало того самого кибервозмездия, которое объявили США. Но в любом случае выглядит это все, конечно, забавно. То есть вот такой бардак и хаос. И это комично, в первую очередь. В первую очередь, да. И вот этот разговор о том, что хотели притормозить твиттер, твиттеру ничего, а упали с сайты каких-то московских провайдеров, это смешно. То есть в данном случае все-таки... Понимаете, в чем суть вот этих вот американских кибератак? Даже если они будут, а я думаю, что будут, они будут скорее демонстративны. Потому что суть подобных вещей заключается в том, чтобы показать, что мы можем. Вы очень близко. Это очень важно для тех же россиян, для тех, кто скептически относится к путинскому режиму. Для них важно понимать, что этот режим давно не всесилен. Что, нагородив вот эту всю структуру слежки, контроля, этот режим очень не всесилен. Вот это такие четкие сигналы. Но из того, что... И поэтому это, кстати, тоже один из аргументов, что Россия может пойти на эскалацию. Потому что обычно Россия ведет переговоры только тогда, когда нальет крови. Вот она лит крови где-нибудь в каком-нибудь регионе. Она резко повышает свою нужность, свою значимость. И для нее это повод поговорить. Поэтому вполне возможно, что то, что мы видим, это да, это деградация режима. Это его такой конец, умирание. Но это не значит, что он не способен нанести удар. Да, но вот у нас тут есть предупреждение Блумберга, что экстремальные санкции могут быть введены в качестве второго раунда за химатаки. Санкции против госдолга, этого многострадального, о чем много говорилось раньше, но никак не вводили. И, наконец, санкции против путинских кошельков. Вполне возможно, потому что мы видим, что Путин становится все опаснее. Это, кстати, такой ответ на разговоры всех этих семи лет о том, что Запад может сделать, почему у них не такие санкции, почему у них не то. И мы видим, как мы очень долго наблюдали. Мы говорили о том, что, ну, удивительно, и эти подыграют Путина, и эти вроде бы как бы не очень замечают Путина и российское вмешательство в те или иные регионы. Мы очень долго это обсуждали. И вот обратите внимание, как в один момент все поменялось. Когда заявление, например, Германии, Министерство иностранных дел Германии о том, что о российских пропагандистских атаках. Есть определенный кашторис, где говорится о том, что Германия одна из самых атакуемых европейских стран. То есть это там прямо просто четко приводится о том, какие месседжи, почему и как. И там сказано, что российские усилия пропагандистские внутри Германии были направлены на то, чтобы создать некий хаос. И в рамках этого хаоса создать иллюзию, что единственными конструктивными голосами является как раз пророссийский. Об этом Германия говорит абсолютно открыто. То есть мы видим, какие решения принимают Европарламент относительно России, ее действий и по Крыму, и по Украине, и по другим точкам. Такое ощущение, что мир очень долго готовится. Что подтягивались, переформатировалась вся структура. И сейчас мы видим, что разворачивается такая очень мощная структура, которая способна действительно давать отпор. Вот этим российским гибридным методом. Это вот то, что как раз и раздражает путинскую клику, потому что удар пошел по российским гибридным методам. Когда вроде бы независимого олигарха подводят под санкции, потому что то, что он делает, выгодно России. Когда политика внутреннего, начиная сопротив него расследование, Россия делает вид, что нету ничего общего между кумовством и пророссийскими месседжами Виктора Медведчука. Ну, это никого не интересует. Расследование идет. Когда закрываются телеканалы, есть попытка сыграть на том, что давайте мы откроем новый телеканал. Нет, он тут же закрывается. То есть вот пошла атака, она идет везде. Это не только Украина. Так ведут себя и Соединенные Штаты, и Штаты. И самое главное, так ведет себя Европа. Поэтому, ну, скорее всего, гибридную войну Россия проиграет, как все остальные. Хотелось бы знать ваше мнение по поводу вот тех первых шагов, которые совершила администрация Байдена против российской администрации и, можно так сказать, защиты Украины. Самое первое, основное, что обсуждается в Украине, это санкции против Коломойского. Соединенные Штаты не скрывают, что эти санкции были, они, кстати, подобные санкциям, под которыми находится господин Кадыр. И в данном случае, так как против Игоря Коломойского невозможно было вводить санкции за какую-то его там российскую деятельность, за аннексию Крыма или войну на Донбассе, но они нашли формулировку о коррупционных действиях, которые вредят безопасности Украины. В данном случае Соединенные Штаты не скрывают, что они рассматривают вопрос коррупции ближайшего окружения Владимира Зеленского как угрозу Украине и как игру в пользу России. Поэтому это такое основное, что сейчас обсуждается, и больше всего внимание экспертов привлекает то, что офис президента не высказался четко. Есть скандал между господином Асландом, экспертом Atlantic Council, и пресс-секретарем президента Владимира Зеленского Юлией Мендель. Они поругались просто так, очень грубо она ему ответила, обвинив его за ангажированность в личной какой-то месте, за увольнение из наблюдательного совета Укрзалезнысти государственного предприятия, что, мол, именно поэтому он позволяет себе задать ей прямой вопрос, будет ли реакция, будет ли президент реагировать на санкции господина Коломойского, и назовет ли он, наконец, с господина Коломойского по имени, как некое там олигархическое зло. И на что Мендель ответила ему грубо. То есть в данном случае мы видим, что Соединенные Штаты предпринимают шаги. Есть санкции, конечно, и в отношении российских деятелей. Понятно, что идет педалирование темы Навального. Ясно, что администрация Байдена не слезет с этой темой. В данном случае, и это заставляет Россию нервничать. Мы тоже видим соответствующие заявления со стороны российских чиновников. Они чем дальше, тем страшнее. Да. Но вот вы как раз сказали о том, что Коломойский, получается, выгоден России. То есть, косвенно, да, это санкции тоже, в каком-то смысле, против российского режима, который заинтересован в дестабилизации Украины, в том числе и Коломойского, даже если Коломойский напрямую не играет на стороне Путина. Вы знаете, последние заявления и последнее интервью господина Коломойского, они шокировали украинцев. Потому что изначально считалось, что все понимали прекрасно, что между Коломойским и Зеленским есть бизнес отношения. Все говорили о том, что за Владимиром Зеленским стоит Игорь Коломойский. И это нисколько не смущало патриотическую часть украинского общества, потому что Коломойский прослыл таким патриотом, личным врагом Путина. Он спонсировал несколько добровольческих батальонов. Он, в принципе, он и его люди участвовали, были причастны к тому, что Днепропетровск не стал частью вот этого проекта «Новороссия». Поэтому, когда изначально еще в момент предвыборной кампании президентской говорилось, что за кандидатом Владимиром Зеленским стоит олигарх Коломойский, это, в принципе, никого не пугало. Это был такой знак качества. Но как только Владимир Зеленский выиграл выборы, буквально вот только закончились подсчеты после второго тура, вдруг Коломойский стал давать очень странное интервью, где он предлагал закончить вот это все, имеется в виду войну, где он предлагал взять с России 100 миллиардов за Крым и забыть. Он говорил о том, что дефолт – это прекрасно, посмотрите на Венециалу, как там хорошо. То есть он вел себя, он делал такие заявления, которые, если честно, шокировали. Просто, то есть они были абсолютно пророссийские. И тогда возник вопрос, почему? Ну, ответ прост, потому что против господина Коломойского в Соединенных Штатах ведется расследование. И дружественная с Соединенным Штатом Украина для него не является убежищем. Вот сейчас он фактически не может никуда выехать из Украины. Он уже давным-давно переселился из Израиля, понимая, что находиться в Израиле ему опасно. Он уже давно не живет в Швейцарии, где у него тоже есть возможности и недвижимость. То есть он просто прячется. Украина стала для него неким таким убежищем. Но дружественная с Соединенным Штатом Украина, возможно, могла бы при определенных обстоятельствах говорить о экстрадиции господина Коломойского. Тем более, что сам Коломойский не скрывал, что у него есть иностранные паспорта. А в рамках украинского законодательства наличие иностранного паспорта является основанием для утраты украинского гражданства. Поэтому Украина могла бы найти некие аргументы, чтобы выдать его не как своего гражданина, а как гражданина какого-то другого государства по требованию Соединенных Штатов. Поэтому для Коломойского убежище Украины может быть только в одном случае, если она российская. Вот это, поэтому для него это вопрос личного выживания. Это мало кто понимал до выборов. Именно поэтому был такой шок, что случилось с Игорем Валерьевичем. Ничего, Игорь Валерьевич борется за собственное будущее. Вот и все. И теперь, вот на сегодняшний момент, его счастливое будущее уже не совпадает с нашим счастливым будущим. Ларис, а вот что вы думаете по поводу в целом атак украинской администрации против путинского агента Медведчука, его каналов? Мы видим, что Путин пока что молчит. Как вы думаете, он выжидает, готовит какую-то реакцию? А может быть, реакции вообще не будет никакой? Было заявление Владимира Путина, такое очень тоже пространное, о том, что, мол, прихлопнули три телеканала, и все молчат, никакой свободы слова. То есть он посылал это скорее как такой сигнал, как такое возмущение в сторону европейских ценностей. Я не думаю, что Путин молчит, потому что буквально через там очень непродолженно, буквально на следующий день или там через пару дней после того, как были введены санкции, вдруг резко произошло изменение абсолютно внутри политического вектора, потому что под арест был арестован проукраинский одессит, проукраинский активист Сергей Стерненко на семь лет. Это колоссальный срок. Причем, чем интересно это дело уголовное, оно настолько абсолютно сфальсифицировано, что там нет доказательной базы. Ну, представьте себе, для России, да, конечно, подобные судебные процессы, они уже давным-давно не в новинку, но для Украины такого не бывает, такой наглости. Когда свидетелем является сам же потерпевший, когда потерпевший утверждает, что его выкрали люди в масках и что это был Стерненко. То есть, во-первых, интересно, как он это определил, если все в масках. Во-вторых, он единственный, кто это утверждает. То есть нету никаких других подтверждающих доказательств, ни биллингов в телефонах, ну просто ничего. Плюс Стерненко осудили не за похищение, а за грабеж 300 гривен. Причем суд решил, что Стерненко вместе с товарищами совершил намеренный грабеж, то есть тяжкое преступление, с намерением украсть 300 гривен. То есть такое безумие, да, и человека за это сажают на 7 лет, на 7 лет и 3 месяца. Это, там есть масса других нестыковок, потому что суд отказывался брать во внимание аргументы адвокатов, оказывался заслушивать свидетелей. И судья, который выносил это решение, это вообще судья из Донецка, известный тем, что до оккупации еще он установил у себя в своем частном доме бюст Ленина и бюст Сталина, то есть он такой прожженный сталинец. И вот этот человек выносит вот это решение. Понятно, что это решение не могло не возмутить украинцев, были акции протеста. То есть, с одной стороны, Владимир Зеленский закрывает каналы Медведчука, чем получает такое подтверждение от патриотов, что да, нам это нравится, и да, мы одобряем и готовы поддерживать президента в таких решениях. И буквально на следующий день люди президента, а это люди президента, потому что судьи, мы видели реакцию президента на решение Конституционного суда, когда он просто отстранил судью от выполнения обязанностей, когда он давал кучу интервью, когда он требовал распустить Конституционный суд, и это даже вызвало определенное непонимание между администрацией президента и европейскими структурами той же Венецианской комиссии. А тут такая тишина. То есть сейчас то, что произошло с Терненко, это просто забрасывают президенту, как упрек, что, мол, он пытается уничтожать патриотов. Акции не прекращаются. Вчера была очередная акция по случаю съезда судей, на котором были избраны новые судьи, и согласно сообщений Центра противодействия коррупции, очень известного антикоррупционного, антикоррупционной организации украинской, там говорится о том, что, в общем-то, судьи, которых избирают, они либо связаны с господином Андреем Портновым, известным вашим зрителям по пленкам Глазева. То есть это когда господин Глазев еще в 2014 году по телефону кому-то говорил, что вот готовим документы на самостоятельность Крыма, на референдум Крыму, и наш хороший там юрист Андрей Портнов значит, тут вот написал документы, что-то такое распоряжение в Крым, Аксенову, Константинову. То есть имя Портнова звучало вот в этих пленках 2014 года. И вот люди, связанные с Портновым, как утверждает Центр противодействия коррупции, сейчас занимают высшие посты в съезде судеб и в судейской коллегии, в судейском совете. Это большая проблема. То есть мы видим, что президент с одной стороны делает что-то, а с другой стороны люди, которые имеют пророссийские взгляды и связаны с оккупированными территориями, они выносят решения, которые тут же дискредитируют президента. Это и есть дестабилизация, это и есть ответ Путину. То есть вы считаете, что в принципе вот этот вот судебный процесс с участием пророссийских явно функционеров, да, это как бы вот ответ Путина своего рода? Да, конечно, потому что даже тот же подсудимый, вернее тот же потерпевший, который является подсудимым под другими делами, он тот, кто фактически обвинил Сергея Стивненко без всяких доказательств. Этот человек, он является главой одесской ячейки партии Родина пророссийской. То есть в принципе мы должны, мы понимаем, о чем идет речь, потому что эта партия, она потом славилась тем, что она совершала, организовывала некий рекрутинг боевиков на Донбасс. То есть это все достаточно, достаточно близкие к России структуры. Ларис, ну вот из ваших слов следует, что фактически, вот если это реально ответ, реальная реакция из Кремля, то это получается, что из Кремля в буквальном смысле вот как своим судям они могут звонить по специальному красному телефону, да, где только входящие, исходящих нет. Вот так же они, вот это следует из того, что вы сказали, могут позвонить, в том числе и судям, из Украины, да, непосредственно. Ну, достаточно позвонить господину Портнову или господину Кибалову и все решится. То есть очень сильно влияние пророссийских политиков, российских лоббистов внутри Украины, деятелей режима Януковича, которые все эти годы скрывались за границей и приехали только с избранием президента Зеленского и влияние на суды украинские велико. И это одна из претензий, которую патриоты предъявляют, Владимиру Зеленскому. Необходимо провести судебную реформу и необходимо очистить ее от российской агентуры и от судей, которые зависимы от пророссийских деятелей. Но пока тишина, мы видим это. И абсолютно понятно, что ситуацию будут качать в том числе и через одиозные решения украинских судов. Потому что есть еще дело Шеремета, которое тоже никакие ворота не лезет, потому что обвиненные по этому делу музыкант, детский хирург и медсестра, но там опять-таки нет никаких доказательств. Есть наоборот, есть пленки, которые указывают на то, что в этом деле замешаны белорусские спецслужбы и российские спецслужбы. Да, вот сегодня, кстати говоря, было такое сообщение от Ермака, главы офиса президента Зеленского, о том, что вроде бы украинская администрация договорилась с Францией и Германией о неком плане, пока что таком черновом варианте того, как прекратить войну на Донбассе. Российская сторона тут же заявила, что пока ничего не слышала об этом. И вот как вы оцениваете этот момент, учитывая, что получается, как бы этот вопрос был без России решен. Но при этом, кстати говоря, этот план предполагает, что, говорит Ермак, Россия должна заявить о своем желании стабилизировать ситуацию и прекратить войну. То есть, в принципе, он прямо как бы указывает здесь Россию как сторону участника конфликта. Хотя официально, опять же, в рамках того же нормандского формата, в рамках которого собираются обсудить этот план, Россия является не участником военного конфликта, а просто одной из наблюдающих сторон. Что вы обо всем этом думаете? Изначально Россия была участником конфликта. И это переговоры, которые организовали между Украиной и Россией как участником международной войны, международного военного конфликта при посредничестве Франции и Германии. Россия пыталась сделать вид, что это не так. И именно Владимир Зеленский, не совсем понимая структуру нормандского формата, умудрился во время встречи с Парижем несколько раз подчеркнуть о том, что Украина благодарна Франции и Германии за помощь, а Россия влияет на ту сторону. Именно Владимир Зеленский в своем каком-то детской непосредственности политической вывел Россию почему-то в ранг посредников, в ранг сторон, которые влияют на некую ту сторону. Все то, что происходит вокруг заявления Ермака, тоже очень интересно, потому что буквально вчера было заявление господина Кравчука, Леонид Кравчук, первый президент Украины, глава украинской делегации в тресторонней контактной группе в Минске, и он сказал о том, что Россия готовится к военным действиям, что там абсолютно четко фиксируется, во-первых, увеличение обстрелов, во-вторых, что есть прирост и боевиков, и количество живой силы, и оружия, и так далее. Потом мы знаем, что был приказ так называемой народной милиции ДНР, а на самом деле это первый армейский корпус, которым командуют российские офицеры, о том, чтобы начать стрелять, первыми стрелять на поражение. То есть, в принципе, Леонид Кравчук вчера об этом заявил, что Россия готовится к экскалации ситуации на Донбассе, и что украинская сторона, украинская армия, конечно, уже давно не та, которая была в 14-м, поэтому все будет не так. Но сам факт, то есть, после этого идет, есть заявление Ермака о том, как мы тут на столе переговоров что-то держим, какие-то планы, и тут же есть заявление другого политика, который говорит, что вообще готовится наступление. Кстати, о готовящемся наступлении говорил и представитель тресторонней контактной группы Сергей Гармаш, это переселенец с Донецка, он Донецка-Луганского с того региона оккупирована. Он прекрасно знает, он журналист, он прекрасно знает обстановку внутри, поэтому он тоже говорил о том, что, скорее всего, Россия готовится совершить, начать некую военную кампанию, когда для этого сложатся погодные условия. Я хочу сказать, что разговоры о том, что весной может начаться эскалация и широкомасштабные военные действия, такие разговоры ведутся уже давно. об этом говорят и в институте стратегических исследований, это государственный институт, который, в принципе, подает всю аналитику, в том числе и для РНБО. Об этом говорят политики Гулуарна, то есть, в принципе, ни для кого не секрет, что это очень-очень возможный вариант. И вот сейчас мы видим, как об этом возможном варианте говорят украинские политики. Но параллельно мы видим, что решением выхода из этой ситуации почему-то видятся очередные переговоры. Тоже любопытный момент. Вот, например, вчера появилось сообщение, его обратили внимание украинские журналисты о том, что глава Россотрудничества господин Евгений Примаков, он написал в своем твиттере очень длинный и такой хамский пост о том, что Россия будет бомбить Киев, о том, что уничтожать украинскую инфраструктуру, если Украина решится идти войной на Донбасс. То есть, он бы так это как-то обозначил. До этого были очень пространные и тоже очень хамские заявления господина Пескова о том, что Россия не хочет и выражает очень сильную озабоченность усилением военной активности Украины на Донбассе и что Россия не останется в стороне в защите русскоязычных этого региона. То есть, в принципе, мы понимаем, что если идут такие заявки, то российское руководство впрямую готовится использовать оккупированные территории как лазарм для военной агрессии. И, ну, просто создается некий казус бэли. И для этого, и поэтому вот эти хамские заявления о бомбардировке китайской инфраструктуры, ну, я бы не сбрасывала со счетов, что это может быть не просто фигура речи, а это попытка такая повлиять, пошантажировать и Запад, в том числе, и Украину, возможно, даже в силу того, что ситуация усугубляется и в Крыму, и на Донбассе, все это становится все дороже, ситуация с санкциями усугубляется, и это попытка прошантажировать, в первую очередь, Европу, а во-вторых, пощупать Байдена, посмотреть, насколько он готов вести себя жестко при угрозе эскалации на украинском фронте. Ну, Байден сказал 26 февраля, что будет стоять на защите Украины против российской агрессии. Это слова или все-таки вы бы надеялись на какие-то реальные радикальные действия? Или сейчас пока сказать невозможно? Вот, кстати, Виталий Портников на этот вопрос недавно отвечал, что нет, Соединенные Штаты не вмешаются на стороне Украины прямым образом. То есть, даже если с той стороны будут трактористы и шахтеры, скорее всего, они и будут, то даже в этом случае, мол, американцы вряд ли захотят напрямую применить, ну, условно говоря, вот те же лансеры, стратегические бомбардировщики против вот этих вот как бы переодетых российских военных. Как вы думаете? Напрямую американцы, конечно же, не вмешаются. Но это не означает, что не будет оказана всеобъемлющая военная помощь. Я все-таки уверена, что речь пойдет о поставках оружия, тем более, что украинская армия готовится давно. Есть программы обучения беспилотников, пилотов-беспилотников, есть те же самые курсы и программы использования новейшего точного вооружения. вооружения. Все это есть. И, соответственно, конечно, Украина получит и поставки и так далее. И тут надо понимать, что все будет зависеть от того, насколько Украина готова будет обороняться. Потому что эта ситуация не 2014 года. Мы все время говорим о том, что украинская армия не такая, как в 2014 году. Это правда, она сильнее. Мы понимаем, что созданы колоссальные резервы внутри страны. Здесь огромная и функциональная территориальная оборона, которая включает как ветеранов, так и людей, местных жителей. Это что-то такое по принципу Швеции, когда и Финляндии, да, вот эта финская такая модель, когда граждане имеют оружие, граждане имеют военные звания, они являются, у них есть контракты, просто они служат рядом со своим домом без отрыва от основной работы. Но тренировки идут постоянно. Поэтому, в принципе, украинская армия давно не такая, как в 2014 году, но и руководство Украины не такое, как в 2014 году. Это тоже очень важно, потому что понятно абсолютно, что если армия, если главнокомандующий не будет готов обороняться, по-настоящему жестко обороняться, сами добровольцы вряд ли что-то смогут сделать. Ну, то есть нужно какое-то центральное командование, управление, приказы, да? То есть голова была на месте. Должна быть синергия между правительством и армией, как институтом государственным и добровольческим волонтерским движением. И я не уверена, что это синергия будет, потому что это очень важный компонент. Вот, вообще говоря, мы, конечно, давно слышим про то, что Россия может наступать, постоянно какой-то шантаж, угрозы, но вот на протяжении всех этих пяти лет, когда мы буквально каждый год, а порой и каждый полгода обсуждаем, что вот потепление будет наступление или там, наоборот, похолодание и будет наступление. Этого не происходит. Вот, как вы думаете, вот на этот раз это будет та же самая история или все-таки что-то произойдет, учитывая все-таки, что Киев так или иначе нанес личное оскорбление, личную пощечину Владимиру Путину, который, как известно, вообще не склонен как бы прощать вот такие публичные издевательства, тем более, что в медиапространстве это обсуждается именно как пощечина, а опять же, Путин на это реагирует и, наверное, ему там подсказывают, Владимир Владимирович, надо обязательно отреагировать как-то, надо вдарить, ну, а может быть, его что-то сдерживает, может быть, его сдерживает все-таки какое-то, ну, не то, что единство с Запада, там такого единства пока особо нету, но, во всяком случае, жесткая позиция Вашингтона. Дело в том, что возможность или невозможность наступления, она зависит от внутриукраинских условий. Это не просто вопрос обиды Путина, причем, ведь дело же уже давно не в закрытии телеканала санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Сегодня появилось сообщение, что Медведчук был на допросе в СБУ. То есть, идет уголовное дело о финансировании терроризма. Это такой вопрос, когда, в принципе, и сам по себе Медведчук, он является центром притяжения всех пророссийских векторов в Украине. Понятно, что такое, какое-то формальное родство с Владимиром Путиным делает его для всех пророссийских сил и пророссийских политиков очень важным коммуникатором между ними и Москвой. Поэтому масса через Медведчука именно к Медведчуку обращаются и пророссийские эксперты, и пророссийские СМИ и так далее. То есть, он центр. И уничтожение этого центра, убрать этот центр, как, я имею в виду, не физический, я имею в виду, как политическую такую составляющую из украинской политики, это нанесет колоссальный удар абсолютно всей системе. Это целая сеть. Поэтому расследования по Медведчуку, они, это очень серьезно, это Россия просто рискует потерять свою агентуру на территории Украины. Поэтому, но любые наступления, о которых мы говорим, для этого должны сложиться ряд обстоятельств. И вот мы видим, что эти обстоятельства готовятся. Обстоятельства это восстание, это недовольство президентом. Зеленским вы имеете в виду, да? Да, конечно, любым президентом. Если президент идет против интересов Украины, если он, его действия трактуются как попытка реванша и попытка разворота в сторону Москвы, это сразу вызывает колоссальный уличный протест. Я так понимаю, зашло следующее, что это выгодно для Кремля. Да, конечно, потому что мы понимаем, что любой уличный протест в Киеве, в Киеве нет никого и ничего. То есть, это паралич власти просто мгновенный. И в это время начинается война, которую просто некому установить оказывается. Потому что обезглавлена власть в Украине. И опять-таки мы понимаем, что это же опять-таки одним из факторов тех условий, которые уже сложились, является избрание местной власти. На недавних выборах 20-го года осенью было избрание, было выбором местной советы. Местная власть, она все-таки автономна. Украине прошла децентрализация. И в местных советах на юге и на востоке власть в принципе принадлежит пророссийским силам. И очень часто это происходило в результате подыгрывания партийцев, местных партийцев в слуги народа, которые откровенно либо сливали округ под партию оппозиционная платформа за жизнь главой, одним из руководителей которой является господин Медведчук. То есть в принципе Медведчук имеет в своем активе сейчас местную власть и местные советы в таких непростых регионах. И мы должны понимать, а как поведут себя эти местные советы в случае восстания в Киеве, например. Ведь на самом деле и в случае, кстати, наступления со стороны Донецкой и Луганской области. То есть это как раз есть и условия, которых добивается Россия. Параллельно украинская власть ведет себя абсолютно странно, ну более чем странно. Потому что президент говорит о том, что уже принят закон на референдуме, который колоссально критикует, вообще непонятно зачем. И, кстати, по этому закону возможно принимать решение о территории Украины. Это раздавали вопрос, а зачем, что вы собираетесь отделять. И заместитель главы фракции Судей народа госпожа Кравчук сказала о том, что мы собираемся не отделять, мы собираемся присоединять. Опять-таки вопрос, что вы собираетесь присоединять. То есть какое-то безумие происходит. Они принимали этот закон сами не понимая, зачем. И сейчас президент заявил о том, что будет принят закон о местных референдумах. Потому что его ждут в регионах. То есть понятно, что в 2014 году, когда произошла оккупация Крыма, Украина не имела закона, она не имела механизма проведения ни общегосударственных, ни местных референдумов. Поэтому любой референдум является незаконным. При наличии закона имитировать процесс, при наличии легитимной местной власти имитировать процесс будет гораздо-гораздо проще. Поэтому действия, банковые действия Офиса Президента, они, если честно, очень странные в такой ситуации. Потому что, еще раз, если уже резюмировать, мы понимаем, что угроза применения военной силы очень высока. Условия, они явно сложились. Плюс есть повод, потому что действительно идут расследования против господина Медведчука. И поэтому в данной ситуации необходимо было бы опираться как раз на патриотов. Вместо этого мы видим, что, опять-таки, близкие к президенту люди, люди, которых президент намеренно не замечает, как господина Портнова, они сейчас связываются напрямую с очень неоднозначными судебными решениями относительно волонтеров и добровольцев. Это была Лариса Волошина. Спасибо ей и вам, дорогие друзья, за вашу поддержку. Подписывайтесь на Ньюсейдер, ставьте лайки, оставляйте комментарии и при желании поддерживайте нас через платформу Патреон, чтобы получать дополнительный контент, то есть эксклюзивные видео, текстовую аналитику и доступ в закрытое сообщество Ньюсейдер. Ссылки на Патреон и на видео, где я объясняю, почему вообще имеет смысл поддержать Ньюсейдер, найдете в описании к этому видео, в первом комментарии и в правом верхнем углу на этом экране вам нужно просто подвести курсор к соответствующему значку и вам выпадут вот эти самые две ссылки в открывающемся меню. Благодаря именно поддержке Патронов мы можем делать эти материалы, повышать их качество и расширять спектр наших передач. Благодаря Патронам, в частности, мы запустили новостную передачу Антивести, которая идет ежедневно по будням, а также запустили передачу Холодная голова о новой Холодной войне, которую ведет Запад против нынешних автократий на подходе передача Сверхновость, посвященная тому, как современные технологии, в том числе космические, меняют мир. С вами был Александр Кушнарь. До новых встреч. Берегите себя.